Отмечать рождественский сочельник христиане начали еще в IV веке. Божественная литургия в Гродненском Святопокровском соборе напомнила прихожанам о великом событии, с которого начался отсчет новой эры человечества. Волхвы увидели, как над Вифлеемом взошла первая звезда, возвестившая о рождении Христа, и с дарами пришли поклониться младенцу Иисусу. Сочельник является заключительным и самым строгим днем сорокадневного поста, готовящий всех верующих к празднованию Рождества Христова. Сегодня сотни гродненцев с самого утра спешили в храмы на божественную литургию, исповедовались и причащались. Сегодняшний праздник для меня является таким же великим и основным праздником, как Пасха, как Воскресение Христово. Для того, чтобы там отпраздновать Пасху, мы должны отпраздновать Рождество. Это самый великий день, я думаю, что в жизни всех людей, в жизни православных христиан, в жизни всего человечества. Лично для меня это возрождение, каждый год, как и души, так и мировоззрение. То есть каждый год что-то новое, для себя что-то открываешь, совершенствуешься, скажем так, духовно. В монастырь пойду еще сегодня. Там будет служба торжественная, вечерняя, потом всеночная. Это полдвенадцатого она начинается и где-то полтретьего заканчивается. И тогда же можно разговеться от поста и встречать праздник. С появлением на небе первой звезды, символа звезды Иплиемской, возвестившей о рождении Христа, верующие собираются за семейным столом, в центре которого размещают сочево и другие постные кушанья. Наши предки традиционно устраивали обильный ужин и подавали на стол 12 рождественских блюд. Но, как утверждает протеерия Евгений Павельчук, главное не количество блюд, а то, с какими мыслями человек засыпает и просыпается. Сколько блюд и так далее, это не столь значимо, а самое главное то, что мы собираемся всей семьей, всеми близкими, мы молимся Богу, мы принимаем сердцем этого Бога-младенца, мы ждем его. И пища, самое главное, духовная. Рождественским сочельником начинаются святки, две недели зимних праздников. Они завершатся крещением, которое Православная Церковь отмечает 19 января. Алла Внучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+.